И мы продолжаем выпуск. Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Все подробности прямо сейчас. Открыл совещание начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, на минувшей неделе за помощью в правоохранительные органы обратились полторы тысячи граждан. 43 заявления стали причиной возбуждения уголовных дел. 35 из них раскрыты по горячим следам. Кроме того, в округе произошли несколько резонансных случаев. Женщина позвонила по телефону 112, сообщила, что ее там удерживают. Выехали сотрудники. Реально нашли эту женщину, которую два месяца, 28 января, там удерживал гражданин, который на ней издевался, избивал, насиловал. Также в Красково на улице Карла Маркса было нанесено ножевое ранение одному из граждан. Гражданин задержан. Продолжил совещание Максим Катаев, заместитель начальника пожарной охраны. Он коротко рассказал о трех пожарах на территории округа. На одном из них остановился подробно. Второй центр «Орбита», Октябрьский проспект, дом 366. Снаружи здание, под эвакуационным лестничным маршем складировался мусор. В основном преобладали картонные коробки. Произошло возгорание. В результате пожара обгорела стена. Пожарные прибыли на место в течение 10 минут и оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. Как отметил Владимир Ружицкий, вопросы пожарной безопасности носят особый характер и должны строго контролироваться соответствующими структурами. Хорошо, что у нас это закончилось, потому что вот эти шалости, они присутствуют. И вопросы, связанные с техникой безопасности, пожарной безопасности, эти вопросы надо всегда постоянно держать на конку. Далее на совещании выступил Дмитрий Шумский, начальник управления ЖКХ. По его словам, за минувшую неделю аварийных ситуаций на тепловых водопроводно-канализационных сетях не было. Также в своем докладе он коснулся вопросов капитального ремонта. Выполнены работы полностью на 25 МКД. Это 84 подъезда, что составляет 6% от плана. В связи с частным перепадом температуры наружного воздуха ведется мониторинг состояния крови и необходимости проводятся работы по очистке крови, наледи и сосулек. Владимир Астахов, руководитель Люберецкого отделения Раменского подразделения «Мосавтодор», доложил, что за минувшую неделю в расчистке областных проезжих частей от снега участвовали 32 единицы спецтехники и 42 человека. Также в округе ремонтировали аварийно опасные ямы. Общее количество выполненного ремонта составило 159 метров квадратных, 198 штук ям. Также на совещании традиционно обсудили вопросы благоустройства территорий, работу с обращениями жителей и спортивные достижения люберчан. Мария Лапчева, Никита Скраган, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.